До конца строительного сезона уже остается не так много времени и благоустроительные работы в Тверской области идут полным ходом. В этом году активно идет процесс и в столице Верхневолжья. Центральные улицы Твери ремонтируются с весны, в связи с чем горожане столкнулись с некоторыми неудобствами. Местами перекрыто движение автотранспорта. Но ограничения временны и, что называется, во благо. На днях на Трехсвятской начали обустраивать пешеходную зону. В материалах было принято решение использовать самые прочные и качественные. О том, как идут работы, подробнее рассказывает наш корреспондент. В этом году началось то, чего дверечане ждали много лет. Реконструкция Трехсвятской. В 2022-м улица победила в голосовании за объекты, которые будут благоустроены в 2023 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Ремонт пройдет в несколько этапов. Первый стартовал в апреле. В его рамках должен быть благоустроен участок улицы от бульвара Радищева до Новоторской. Объем работы большой. Он касается в том числе и подведению подземных коммуникаций. Это водоснабжение, водоотведение и линии наружного освещения. В связи с чем теперь все провода спрятаны под землей. Сейчас идет благоустройство пешеходной зоны. Укладывается гранитная плитка и брусчатка. Почему именно эти материалы? Потому что они более прочные, более долговечные. Срок их службы примерно 50 лет. На некоторых участках улицы покрытие уже уложено. Чтобы улицы Твери долгие годы оставались в достойном состоянии, необходимо было ответственно подойти к выбору строительных материалов. Причем не только на улице Трехсвятской. Рассказал глава региона Игорь Рудене в прямом эфире нашим коллегам на телеканале «Россия-24 Тверь». Мы уже приняли решение, задали стандарт благоустройства столицы Верхней Волжьи. Мы все время себя сравниваем с Москвой, с лучшими практиками. Мы уже начали ремонты несколько лет подряд. Мы укладываем тротуары, пешеходные зоны, гранитные плитки. То же самое мы сделали фонтан Успас-Прибаженского собора и благоустройство соборной площади. И нас уже задали более высокий стандарт. Поэтому если делать, надо же делать гранитную плитку, которая бы являлась таким стандартом. Сегодня центр Москвы весь у нас в гранитной плитке. Но что мы не можем центр Тверь сделать? Нормально. В прямом эфире губернатор также говорил о необходимости ускорения работ. Сейчас готовятся места под арт-объекты. Здесь, например, где пока базируется куча щебня, будет благоустроен фонтан, который станет украшением улицы. Оборудуется и новая ливневка. В новом проекте учтены ошибки предыдущего. Здесь сделана большая, широкая, глубокая ливневка, которая, скорее всего, решит проблемы подтоплений на главной пешеходной улице города. Готовятся также места под установку малых архитектурных форм и уличного освещения. Вообще, проект подразумевает полное преображение нашего Тверского Арбата. Здесь будут и скамейки, и зоны отдыха, и годные места для фото на память. Тем более, сами тверичане признались, что давно ждали этого, и что хотели бы видеть в новом проекте. Надо уже идти на современный лад, переходить, видеть более современную, красиво обустроенную улицу, более чистую, больше мусорных ветер. Давно пора. Это весь нормальный проект. Будет красиво, и жителям будет приятно, и экскурсии к нам, туристы будут радоваться за нас, что у нас так все хорошо. Расширение пешеходов, место, где они ходили, было бы отлично. И как-то больше знаков для машин. Хотелось бы, чтобы как-то отрегулировали. Мне кажется, будет красивее. Ну, во-первых, это чтобы было удобно. Можно было бы погулять, отдохнуть. Удобные скамеечки. На сегодняшний день работы продолжаются. Подрядчик пока выложил часть пешеходной зоны для удобства гаража. Так как данный участок улицы ведет к автобусной остановке и имеет большую проходимость. Второй этап работы планируется начать уже в 2024 году. Кроме того, работа по ремонту тротуара и проезжей части ведутся на бульваре Радищева и других центральных улицах города. Редактор субтитров А.Семкин